Радио 54 А вам-то конкретно ничего в рамках этого конкурса делать не нужно было? Специально ничего не нужно делать. Все, что вы делали до этого, до хорошего, было оценено людьми. Это так работало, да? Конечно, нет. Это просто мой авторитет среди населения. А, кстати, по поводу авторитета. Административный участок Лешенко, который сгреблен за майором полиции Александром Раушкиным, вообще считается самым сложным в районе по числу жителей и по территориальному расположению. Но если к числу жителей нет вопросов, а что там с расположением так или не так? Какие там особенности? Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы? Собственно, все там, да? Как и на любом административном участке есть свои определенные сложности. Ну, сколько там человек проживает? Ну, у меня более трех с половиной тысяч населения. Вот ничего себе. Ничего себе. А стандартный участок тогда это сколько? Ну, должность старшего участкового предусматривает полторы тысячи населения. Ну, соответственно, все в рамках приказа. Там, на секундочку, еще и автовокзал, и местечки криминогенного характера, там есть где поработать. Да, у меня есть ИЖД вокзал. Есть любимые места на карте, скажем так, да? Не автовокзал и определенные точки с криминогенными элементами. Вот сейчас работа участкового, современного, она какими вообще трудностями грозит тому, кто идет по этой стезе? Ну, опыт приходит с годами, соответственно. 25 лет вашему опыту, правда? Ну, да. Практически. В органах внутренних дел 25 лет. Основные вопросы на работе какие вы решаете? Ну, соблюдение только законности именно. Как со стороны себя лично, так и со стороны граждан, чтобы граждане не нарушали законы. Слушай, ну, какой момент в жизни вот это происходит с человеком, а в частности вот с вами произошло? Вы проснулись и решили, все, это мой путь, я хочу туда. После какой-то жизненной истории, после прочитанной книги, после диалога с каким-то мудрым человеком, открутите пленочку немножко назад, вот туда, 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 самое начало. Когда произошло вот это принятие такого решения в вашей жизни? Это же очень интересно, не каждый идет в участковую, да? Некоторые люди же так с содроганием думают, ничего себе, я не справлюсь. Да, насколько я знаю, оттуда, по-моему, даже разбегаются сотрудники частенько, да? И разбегаются иногда, да, это правда. А вот как у вас получилось? Ну, для кого-то это призвание, для меня, конечно, это да. Я начал с рядового патрульного. А в патрульные пошли почему? Патрульные я отслужил в специальных войсках, внутренних войск, после чего был направлен на военкомат, закончив, получив среднее образование, а потом уже на повышение ушел участковую, полномоченный, полиции. И вот ни разу в жизни не было такой мысли, что да черт вообще, брошу я сейчас все это, устал, не могу, столько нервов, столько сил. И если были такие моменты, как потом возвращались все-таки к любви, к работе? Что спасает? Ну, конечно, бывают такие моменты. У всех бывает, и у радиоведущих тоже, да. Хорошая баня помогает. О, хорошо. Мы про баню не раз уже слышали от гостей, что действительно вот так через физику и спасаемся. Ты посмотри, участковый начинает просыпаться человечность. Вот сейчас по трамбаню. Мы же такие же люди, как обычные граждане. Вот, вы знаете, о чем я говорю? Я к чему клоню просто. Вот вы сказали, что основная ваша задача – это поддерживать соблюдение правовых норм, да? Но за это же люди не будут голосовать за вас, как за лучшего полицейского, как за лучшего участкового. Что-то, видимо, вы делаете помимо того, может быть, как-то более душевно подходите к своей работе. Участкового очень много обязанностей. Я вот, если честно, своего участкового сейчас даже не знаю. В первую очередь, это участковый просто психолог для людей. Вот. То есть граждане приходят по любым вопросам, и ты должен их понять, индивидуально выслушать, и каждому что-то посоветовать. То есть не просто пальцем погрозить, а попытаться вникнуть и решить проблему совместно. Где-то есть и кого-то погрозить в семье. А вот, кстати, если раньше у участкового были различные рычаги влияния на, скажем так, недобропорядочных граждан, как-то там, извините, тех же самых алкашей можно было пристроить, полечиться, люди, которые неадекватно себя вели, они могли там тоже какое-то воздействие получить. А сейчас что есть у участкового для того, чтобы поддерживать этот правовой уровень? Все то же самое, абсолютно. Да, ввиду декриминализации законной части, конечно, ушли в былое некоторые уголовные деяния, но считаю, что спектр воздействий на правонарушителей просто большой. Я представляю, вот сколько было за эти годы работы, Александр Александрович. Но вот были ситуации жизненные, когда ваша жизнь была в серьезном риске, вы это понимали, но успели принять правильное решение, и выскочить из ситуации. Я не знаю, пожар какой-то, или вы приехали в самую острую точку развития. Можно какой-то пример, чтобы мы понимали, что иногда грозит на рабочих местах участковым в какой-то картинке просто, какую-то историю, какую-то понятную, чтобы было ясно. Ну, опустим детали, это моя первая выход. Так сказать, участковый часто ходит один на семейные скандалы, и никогда не надо поворачиваться спиной, особенно к правонарушителям. Я был еще младшим лейтенантом. Я бы об этом не знали. Неопытно, да. Пришел на семейный скандал буквально. Решил побеседовать с гражданкой. В это время гражданин сзади выкрутил алюминиевую ножку от табуретки, и пытался хорошо. Жена вовремя среагировала его, и остановила его. Соответственно, вот он был задержан уже, и понес наказание. Ну, такие обстановочки. Это вот, как понимаешь, по этому сюжету можно было написать целую книгу, но языком участкового это буквально две фразы. Это вот буквально, буквально, да. Но вот по семейным скандалам, как вообще сейчас с ними обстановка? Очень много же социальной работы проводится по укреплению семей, по улучшению взаимоотношений. Частенько вызывают вот муж на жену, жена на мужа. Как часто это происходит? Соседи. Соседи? В основном весь пик выходные дни. А, выходные дни, когда все, все не на работе. Все подгуляли и началось. Ну, бывает, конечно, без этого. А вот где точки в течение года самые острые? Я не говорю про новогодний период, это абсолютно очевидно. А вот где еще, когда пик возрастает обращений и ситуации? А социальные элементы, которые злоупотребляют алкогольными напитками. То есть в течение года они как употребляют, так и из-за них и происходят различные неприятности. А давайте мы сейчас к Сергею Владимировичу обратимся. Еще один вопрос. А вы с нарушителями вот таким же умиротворяющим тоном разговариваете? Я думаю, что да. Да, где-то убеждением, где-то принуждением, где-то уже суд приходится на роль. Где надо там хлопнуть кулаком посту? Я смотрю, у нас пресс-служба заскучала. Вот, так вот я и говорю. Давай, пообратимся к пресс-службе. Сергей Владимирович, здрасте. Ну, расскажите, сколько всего было вообще участковых в этом конкурсе? Насколько жаркая была борьба, да? Да, ну, это конкурс ежегодный. Проводит Министерство внутренних дел. По нескольку участковых от района. На сайте информация о них вся есть. Сайт нашего главного управления. И граждане этого района, потом области, все фотографии, все расписано, выбираются путем своего голосования. Это, может быть, Кочаневский район голосует за Болотнинский. Это вот граждане просто по своему, ну, по повелению сердца, что называется. Посмотрели жизненный путь, служебный путь сотрудников, фотографии его есть. Ну, вот. Но все равно, наверное, в большинстве голосуют свои за своих, в том плане, что если человек представляет Сузунский район, но большинство голосов это оттуда. В этом году 80% голосов было от Сузунского, жителей Сузунского района. А с чем вы лично это связываете? Почему вы так Сузунский с такой активностью? Потому что действительно есть какой-то авторитет у человека. Он не первый год в службе, его знают. Он в центре Сузуна работает. Ну, и, видимо, коллеги из райотдела поддерживают. Хорошо, Александр Александрович, давайте вы. Вы спасли людей из пожара, мы должны это знать. Расскажите подробности, когда это произошло? Ну, точной даты не помню. Месяц, месяц, год. Лето. Летом этого года, да? Что вообще произошло? В чем ситуация? Не этого года. Ну, прошлого. Ну, в общем, было лето. Было лето. Вы находились на рабочем месте. Да, я, как обычно, работал в составе следственной оперативной группы. Мы занимались грабежом. Вам позвонили? Да, в результате нет. В результате поисковых мероприятий мы буквально случайно, следственной оперативной группой, проезжая по улице, заметили возгорание жилого дома. Это частный деревянный дом был? Да, частный деревянный дом. Уже был объят огнем, соответственно, люди кричали, что там люди есть. Мне некогда было раздумывать, и уже, соответственно, выбив окно, проник туда, в этот дом, значит, нашел мужчину, кое-как там, вытащил его через окно, коллеги помогли. Ну, вот и все. Ну, ничего себе, вот и все. Вы просто, да, вы спасли человеку жизнь. Потом еще мать подбежала, сказала, что там ребенок есть, после этого я стал искать, но там уже крыша рухнула. Соответственно, уже не до этого было. Меня самого уже коллеги остановили. Конечно, трагедия была большая. Ну, как потом спится и живется? Вот серьезно, когда происходят такие вещи у тебя перед глазами, это же, ну, отпечатывается, да? И вот потом, что баня, да, что еще? Что еще? Потому что если не разгружаться, надо как-то разгружаться же, серьезно. Ну, в любой, наверное, профессии есть. Хорошо, что кроме бани еще помогает? Рыбалка. Рыбалка, да, любимая женщина, семья. Просто выход на природу даже буквально помогает. Рыбалка. Отвлечься, отвлечься. На своем же участке? Ну, в пределах района, где ты находишься. Первое. Областное радио.